Площадок проведения художественного батла было три. Пушта, Смольный и Саранск. Ведь организовала конкурс «Заповедная Мордовия». За победу боролись дети от 7 до 18 лет. Их разделили на три возрастных категории. Участники вооружились красками и кисточками, чтобы воплотить на бумаге свои идеи и фантазии на тему «Боги древней Мордвы». Эта тема выбрана не случайно. Мордва – яркий самобытный народ, который почитает свои древние корни. Когда-то, в языческие времена, поклонялись очень многим богам. В основном это были богини, то есть царил Матриархат. Главный наш герой – это Верява, богиня нашего леса. Тему конкурса определил год культурного наследия народов России. Главная цель организаторов – популяризация народного искусства и сохранение культурных традиций Мордвы. Кроме Верявы под детской рукой на листах А3 ожили и многие другие мордовские божества – Ведява, Поксява, Кот Байон. Каждый рисунок получился уникальным и самобытным. Тему мы знали заранее, но каждый видит по-разному. И во время конкурса у ребёнка могут разные быть фантазии, то есть идея вообще может измениться. Прежде чем дать тему, мы вообще рассказали, что это всё из себя представляет, рассказали, что можно нарисовать, а каждый ребёнок уже выбрал тему сам непосредственно. Для многих ребят формат художественного баттла стал новым. В этот раз творить пришлось в режиме реального времени. У юных художников было всего несколько часов на воплощение своей задумки. Я впервые, может не впервые, но приехала, чтобы прямо здесь рисовать. А до этого просто в художной школе дают тему, и вот там где-то несколько недель ты рисуешь, и потом эта работа отправляется туда, в это место, где принимают работу. После того, как время вышло, Жври оценила работу участников. В каждой возрастной категории определился свой победитель. Они получили грамоты, статуэтки и памятные подарки. Ирина Радайкина, Александр Овчинников, Народные новости.